Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. В Самаре ремонтируют трубы на 19 объектах. Насколько город готов к отопительному сезону, обсудили на еженедельном совещании в мэрии. В доме на Галактионовской обрушилась стена. Какую помощь оказывают городские власти жильцам? Лучший в своей профессии в Самаре стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Жилой фонд «Самара» готов к предстоящему отопительному сезону на 87%. Об этом сообщил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. По данным ведомства, паспорт готовности к зиме получили 7610 домов. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов ускорить работу по внесению данных о подключении жилых зданий в электронную систему ГИС ЖКХ. Параллельно продолжается и работа по техническому перевооружению городских труб отопления. В этом году в Самаре заменят более 20 километров теплотрасс. Сейчас работы в плановом режиме продолжаются на 19 объектах. Там, где новые трубы уже проложили, рабочие выполняют благоустройство территории. Все объекты должны сдать в эксплуатацию до конца сентября. Также начала свою работу и котельная на территории завода в Куйбышевском районе, которая прекращала подачу горячей воды из-за того, что у обслуживающей компании закончился срок аренды. Ее тоже сейчас готовят к зиме. Есть дорожная карта, работают по ней. Я думаю, что эту проблематику мы подготовим. Из крупных таких, это диагностика трубы дымовой и строительная конструкция. Это львиная доля, которая в данной ситуации требует больших вложений. Жителям обрушившегося дома по Галактионовской предоставят квартиры из маневренного фонда. Напомню, стена здания 1900 года постройки обрушилась в выходные. Пострадавших среди жильцов нет. На место сразу же после обрушения стены выезжали глава города, представители профильных департаментов. Сейчас здание оцеплено. Какую помощь готовы оказать людям городские власти, узнала Лариса Шалафаст. 153-му дому на Галактионовской 120 лет. Аварийным здание признано не было, но испытание временем не выдержало. В минувшие выходные у здания обрушилась стена, затронув несколько квартир и нежилое помещение. Никто из жильцов не пострадал. Люди вовремя успели выйти на улицу. Буквально за две минуты выбежал из дома. И выбегаю из дома, и с подъезда уже падает стена, то есть рушится дом. Я забегаю во двор, смотрю, нет ли пострадавших. Ну нет, все успели отойти. Сейчас угроза обрушения сохраняется. Здание оцеплено. Людей попросили покинуть квартиры. Для сохранности имущества жильцов выставлена круглосуточная охрана. В администрации Ленинского района жителям 153-го дома по Галактионовской оказывают необходимую поддержку. Готов временный пункт для размещения на Ленинской 156. Жильцам оформляют материальную помощь. Все люди здесь составили заявление в установленном порядке. И сразу же департамент опеки взял эти заявления в работу. В самые короткие сроки людям будет оказывана материальная помощь. Кроме того, мы обеспечим помощь людям и транспорт, и рабочую силу для того, чтобы забрать по возможности все, что можно будет забрать из помещения. В работу включился городской департамент образования для решения вопросов по семьям с детьми. В случае необходимости их переведут в другой детский сад или школу. Из района администрации людей на автобусе доставили в департамент управления имуществом, где им предложили временный вариант размещения в маневренном фонде в Озерном. Таких семей, по предварительным данным, порядка 13 из трех домов. То есть это коллекцион 153 и две литеры дома 151 из РА и Б. То есть эти дома находятся в непосредственной близости от обрушившейся стены. В настоящий момент принято решение о том, что угроза чужая ситуации по этим домам тоже присутствует. Поэтому этим гражданам тоже департамент управления имуществом и маневрный фонд предложили. Жилые помещения благоустроены. То есть на полу линолеум, на стенах обои, есть сантехника необходимая. Дом на Галактионовской – объект культурного наследия, а значит, он подлежит восстановлению. Планируется, что здание войдет в федеральную программу по переселению, чтобы жители в порядке очереди в будущем смогли получить постоянное благоустроенное жилье. Сейчас по факту обрушения стены дома проверку проводит Следственный комитет. После ее окончания дом обследуют специалисты Департамента городского хозяйства и экологии, чтобы определить алгоритм дальнейших действий. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Жителям дома по улице Галактионовской, 153, двух соседних домов сегодня предложили временное жилье маневренного фонда в поселке Озерный Куйбышевского района. Если кого-то из жителей этот вариант не устроит, городские власти готовы рассмотреть варианты расселения в других районах в черте города, более удобных для пострадавших. Это также маневренное жилье, и люди могут воспользоваться правом выбирать. Департамент управления имуществом Самары сформирует перечень предложений в течение текущей недели. Спортивный праздник в Самарской школе 53. Сегодня на территории открыли новую площадку с искусственным покрытием. Школа славится медалями всероссийских и международных соревнований. Теперь у учеников будет больше возможностей для самореализации. Строительство площадок проходит при поддержке главы Самары Елены Лапушкиной. Олег Зверев пообщался с юными атлетами. Восьмиклассница Мария Борисова подает большие надежды в спортивную аэробику. В ее арсенале 86 наград. Самая престижная медаль первенства России. Мария занимается этим видом спорта 11 лет и уже тренирует младших братьев и сестер. В семье пятеро детей. Все спортсмены и отличники. Хорошее начало, чтобы стать профессиональным тренером. Я хотела сначала стать тренером. Я думала, что во время того, как я буду тренировать детей, в свободное время буду учиться на что-то большее. Собираюсь тренироваться и выступать сама. Сегодня Мария впервые тренируется на новой спортивной площадке. Искусственное поле открыли во дворе Самарской школы номер 53. Размер 20 на 40 метров. Первыми на поле вышли чирлидеры и воспитанники детских футбольных клубов. К спорту в этой школе особое отношение. Ученики участвуют в престижных соревнованиях. В новых условиях они готовы на более высокие достижения. При школе с этого года будет работать футбольная секция. Очень много детей имеет медалей. И не по одной, а очень много-много. И действительно много спортсменов по разным видам спорта. Кто-то занимается и на базе школы, кто-то занимается в других спортивных секциях. Но это не мешает им быть спортсменами и в душе, и в школе. И я рада, что у нас теперь появилось свое такое пространство, настоящее футбольное поле. В Самаре в этом году открываются четыре пришкольных спортивных площадки. Такую возможность дает национальный проект «Демография». Основная задача проекта «Спорт. Норма жизни» – приобщить к физкультуре больше половины россиян. Это вполне соотносится со стратегией лидерства развития Самарской области. Всего в регионе будет открыто в этом году 22 универсальные спортивные площадки. Реализуется национальный проект «Демография» на территории Самарской области под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. И, конечно, он в первую очередь направлен на развитие инфраструктуры, на создание условий, доступных условий для занятия физической культурой и детьми, и взрослым населением, и нашими уважаемыми пенсионерами. Уже в самое ближайшее время на новой площадке будут проводиться уроки физкультуры и соревнований между командами городских школ. Олег Зверев, Николай Епифанов. События. Педагоги со всей Самарской области борются за звание учителя года. В этот раз на региональный этап вышли 20 преподавателей. Сегодня каждый из них начал представлять презентацию своей программы. Слово Мэри Елчан. За плечами Дениса Золотарева 8-летний педагогический стаж. В школе он не только учитель физкультуры, но и наставник в кадетских классах. В профессиональном конкурсе участвует впервые. Говорит, хочет повысить мотивацию своих учеников к занятию спортом. Для этого есть много мотивирующих факторов. Это и разговор учителя, и какие-то поощрения. И также могут быть видеоролики мотивационные, например, победы наших российских спортсменов на Олимпийских играх. Мои выпускники по окончании школы поступают в военные училища, где им этот спорт очень пригождается. Сегодня педагоги начали проводить открытые уроки в незнакомых классах. В этом году региональному конкурсу «Учитель года» исполняется 30 лет. Это в первую очередь способ выявить и поддержать авторов собственных методик. Благодаря обмену опытом повышается и качество обучения. Лучшие практики внедряются в систему образования. В этом году на региональный этап вышло 20 педагогов Самарской области. За все это время Самарская область не раз представляла достаточно яркие уроки, яркие профессиональные какие-то вещи на всероссийском этапе. Учителя подготовлены к федеральному этапу, и результативность Самарской области, участие Самарской области во всероссийском конкурсе «Учитель года России» достаточно высокое. Пятерку финалистов областного этапа определяют 14 сентября. Ежегодно в конкурсе принимает участие более 800 учителей со всего региона. Большое внимание подготовке и повышению профессионального мастерства педагогов уделяется и в рамках национального проекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. До 2022 года в Самарской области будут созданы два центра непрерывного повышения профмастерства. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События. Новый учебный год не должен обернуться несчастными случаями с участием детей на железнодорожных путях. Об этом говорили в прямом эфире программы «Город Эс» с Аллой Нечесовой, начальником отдела по делам несовершеннолетних средневолжского ЛОВД на транспорте. По ее словам, чаще всего на рельсах гибнут подростки 16 и 17 лет, учащиеся колледжей и техникумов, расположенных вдоль железной дороги. Многие из них приезжают учиться в Самару из отдаленных сел и не имеют представления о том, как вести себя на железной дороге. С их родителями сотрудники полиции уже провели собрание. Но и взрослые порой демонстрируют полное незнание правил поведения на железнодорожных путях, тем самым ставя под угрозу жизни своих детей. Жители России установили рекорд по автокредитам. Индивидуальных предпринимателей будут исключать из реестра без суда. А в Минэнерго назвали сроки восстановления спроса на нефть. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Светлана Кудрявцева в рубрике «Новости экономики». Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Жители России в последние месяцы начали спешно брать кредиты на покупку машин, опасаясь, что автомобили вырастут в цене. В июле выдали рекордное количество автокредитов. За месяц количество выросло сразу на 15%. А общая сумма выданных займов составила почти 64,5 миллиарда рублей. Как отмечают аналитики, на автомобильном рынке сложилась необычная картина, когда спрос начал превышать предложения. Российские банки в августе аннулировали около 15 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул, которые были установлены в связи с пандемией коронавируса. По данным Банка России, заемщики в течение 120 дней не предоставили документы, подтверждающие право на льготу. Известно, что по состоянию на 26 августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на кредитные каникулы. Число аннулированных заявлений составляет около 4% от общего количества заявок. Неактивным ИП следует насторожиться. Налоговые инспекции уже с начала этого месяца могут принудительно исключать индивидуальных предпринимателей из единого государственного реестра, если они фактически не ведут коммерческую деятельность. Теперь для этого не нужно обращаться в суд, как раньше. Для принятия решения необходимо лишь соблюдение двух критериев. Во-первых, индивидуальный предприниматель 15 месяцев не предоставляет налоговую отчетность. Или у него истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента. Во-вторых, у ИП накопились долги по налогам и сборам. Процедура простая, рассказывают эксперты. Налоговый орган, если увидел, что есть индивидуальный предприниматель, который соответствует критериям, не сдает отчетность, делать соответствующую публикацию, если в течение этого времени, когда опубликовано намерение исключить никто, и, в первую очередь, индивидуальный предприниматель не заявит желание, скажет, нет, слушайте, вы ошиблись, меня не надо исключать, я просто по ряду причин не сдал отчетность, то оно исключается. И все. Таким образом можно почистить государственный реестр от мертвых душ. После удаления из ЕГРИП гражданин не сможет зарегистрироваться в качестве ИП в течение трех лет. Подобную практику ввели несколько лет назад для юридических лиц, и она оказалась успешной. Спрос на нефть полностью восстановится в течение двух-трех лет. Об этом заявили в Минэнерго России. После того, как туристический поток и обычные гражданские перелеты вернутся в норму, спрос составит 1-3 миллиона баррелей в сутки. Но для этого придется дождаться роста мировой экономики, увеличения потребления нефти в азиатских и латиноамериканских странах. При этом помешать восстановлению спроса на черное золото и нефтепродукты может падение объема бизнес-путешествий, деловых встреч, переговоров, командировок, а в западных странах даже поездок на работу на личном авто. Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что в следующем году средняя цена нефти может достичь 65 долларов за баррель, а сокращение мирового спроса на черное золото в этом году может составить 9-10 миллионов баррелей в сутки. Тем временем нефть марки Brent на 15 часов 7 сентября стоит 42 доллара 11 центов за баррель. Она немного теряет в цене. А вот иностранная валюта наоборот растет. Американский доллар на 8 сентября 75 рублей 59 копеек, он увеличился на 41 копейку евро на вторник по курсу Центробанка 89 рублей 48 копеек. Европейская валюта прибавила 44 копейки. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Итоги конкурса «Цветущий самарский район» подвели в четвертый раз в этом году. Номинаций было несколько – от озеленения дворов и скверов до небольших клумб. Почему самарцы так увлечены флористикой, узнали наши корреспонденты. Цветущая клумба размером с квартиру раскинулась на улице Степана Разина, Маргариты, Калушина, каждый день ухаживает за цветами и кустарниками. В этом году посадила даже томатный куст. Среди питуней, гортензий, пионов он чувствует себя прекрасно. А всего 4 года назад здесь был пустырь. У нас здесь просто раньше была земля слежавшаяся. Даже не земля, а просто какой-то строительный мусор. И благодаря администрации Самарского района, которые нам завезли землю, мы сделали вот такой вот газончик. Клумбу создавали всем подъездом. За свое творчество цветоводы-любители получили дипломы и подарки от организаторов конкурса «Цветущий Самарский район». И если каждый будет вносить маленькую-маленькую лепту в уют, наш мир точно изменится. Аналогичной позицией придерживаются жители дома 17 на улице Некрасовской. Их клумба – островок притяжения для многих самарцев. Говорят слова благодарности, что мы так красиво бы устроили тут свой подъездик, свой дворик. Да, фотографируют, и газончики сами фотографируются. Конкурс «Цветоводов-любителей» администрация Самарского района учредила 4 года назад. С каждым годом район становится все лучше и лучше, все цветущее и цветущее. Конечно, в этом значительный вклад наших жителей. Понятно, что мы по каким-то своим программам благоустраиваем район, но, тем не менее, очень значительный вклад вносят жители в рамках этого проекта в том числе. За победу в конкурсе «Цветущий Самарский район» сражались более 150 цветоводов. Это наполовину больше, чем в прошлом году. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 102 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших COVID-19 в регионе с начала наблюдений – 9196. Такие данные в понедельник, 7 сентября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. С начала пандемии из больниц выписали 7234 человека. Число летальных исходов в Самарской области – 135. А теперь коротко о других событиях дня. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Единый консультационный центр службы будет работать бесплатно. Получить консультацию можно в любое время суток до 12 октября по телефону, который вы видите на экране. Операторы помогут разобраться, где можно сделать прививку от гриппа, можно ли ее совмещать с другими, как правильно подготовиться к вакцинации. Сотрудники ведомства также расскажут родителям, как уберечь детей от простудных инфекций, о правилах использования масок и других мерах профилактики. Около тысячи мигрантов из Успекистана, которые не смогли уехать из-за пандемии к себе домой и вынуждены были жить в палаточном лагере в Самарской области, отправились на родину специальным поездом. В лагере еще остаются люди, они отказываются от работы, так как хотят уехать в Ташкент. При этом границы стран по-прежнему закрыты, когда отправится следующий спецпоезд, пока неизвестно. В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который производил и незаконно хранил у себя в гараже запчасти к автомобилям отечественного производства. Как показала экспертиза, изъятые детали не отвечают требованиям безопасности и могут представлять угрозу для жизни людей при эксплуатации транспортного средства. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд. В Самаре внесли изменения в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Из списка исключили два маршрута. Убрали автобус номер 27, который ходил от площади Кирова до кладбища Зубчининовская, а также номер 48К от улицы Грозненской до площади Революции. Сумма заначки россиян выросла в 4,5 раза. В первом полугодии, пока многие находились на карантине, россияне сумели серьезно ужать свои расходы. Но сэкономленные деньги не отнесли в банки, а сложили под матрасы. Показало исследование аналитической службы международной аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза». За полгода россияне пополнили свои заначки в общей сложности чуть больше, чем на 2 триллиона рублей. Аналитики считают, что экономить россияне начали не только в результате снижения повседневных трат из-за закрытых кафе и развлекательных центров, но и откладывая средства на черный день. С поправкой на инфляцию траты уменьшились на 10%. Здание областного правительства три вечера подряд становилось гигантским экраном. С пятницы по воскресенье в течение полутора часов на Площади Славы показывали документальный фильм «Во имя справедливости». Кинолента посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Уникальный проект на Площади Славы вместе с горожанами увидел и наш корреспондент. Площадь Славы на несколько дней превратилась в кинотеатр под открытым небом. Жители и гости Самары увидели 3D-мэппинг-проекцию, посвященную событиям Второй мировой войны. Огромным экраном стало здание областного правительства. Зрителям напомнили хронику войны. Ее ключевые эпизоды – количество жертв. Документальные кадры чередовались с произведениями русских и немецких поэтов, с воспоминаниями участников тех страшных событий. Увидеть фильм и еще раз вспомнить о том вкладе, который внесли в победу жители Советского Союза и военного Куйбышева, люди пришли целыми семьями. Захватывает дух, очень мощный фильм про нашу историю, про историю нашей великой Родины, Советского Союза. Нужно знать историю своих предков. С этого не будет будущего. Я-то довоенный, мне уж 81. Поэтому я помню, как война закончилась, как отец пришел весь израненный из фронта. Все это я хорошо помню. У нас в семье было четверо, мать от них вся война была на матери. Финальную песню в фильме исполнила Алена Азарова. Она тоже пришла на премьеру с близкими людьми и поделилась впечатлениями. Это настолько мощно, настолько трогательно. И мне кажется, никого не оставят в надушных, потому что это затрагивает самые глубокие струны души. Это держит напряжение до последнего вздоха. Просто невозможно оторвать взгляд. Это очень сильная работа. Красной нитью в фильме проходит тема Нюрнбергского процесса и справедливого возмездия. Документальные кадры суда периодически появляются в ленте. Напоминаю, что Международный военный трибунал вынес нацистским преступникам обвинительный приговор и признал их вину перед человечеством неоспоримой. И этот факт не должен быть забыт. Во имя справедливости. Владимир Соловьев, Григорий Плешаков. События. Крылья Советов разгромили Нижний Новгород на Самара-арене в седьмом туре первенства футбольной национальной лиги. Подопечные Игоря Осенькина доминировали на протяжении всей игры и сумели довести поединок до итоговой победы. За развитием событий на стадионе наблюдал наш корреспондент Анатолий Главко. Самарские крылья Советов одержали победу в Волжском дерби. Подопечные Игоря Осенькина переиграли Нижний Новгород со счетом 3-0. Начало разгрома положил воспитанник КС Егор Галенков. Форвард замкнул передачу Антона Зиньковского головой на 19-й минуте встречи. Во второй половине игры Дмитрий Кабутов ворвался в штрафную гостей, перекинул галкипера, а нападающий Иван Сергеев поразил уже пустые ворота. Результативный пас на свой счет записал и вратарь Крыльев Евгений Фролов. Он далеко выбил мяч из своей штрафной, которым завладел вышедший на замену Роман Ежов. Футболист хладнокровно реализовал выход один на один. Да, мы, может быть, больше владели мячом и атаки, наверное, у нас даже в это время были опаснее. Но счет давил и ситуация турнирная, конечно, тоже заставляла нас быть чрезвычайно внимательными в обороне. По словам автора одного из голов Ивана Сергеева, футболисты Крыльев очень серьезно настраивались на игру, чтобы не разочаровать своих болельщиков. Вышли с полной мотивацией, не на 100, а на все 200 процентов. Вся команда выложилась и добыли. Очень хороший результат. Выиграли 3-0. Думаю, порадовали болельщиков. Сейчас Крылья Советов занимает 10 место в ФНЛ и имеет в своем активе 10 очков. Следующий матч самарцы проведут на выезде. Их соперником станет футбольный клуб «Чертаново». Игра состоится 9 сентября в 20.00. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Самара готовится ко дню города. Главной сценой станет амфитеатр на склоне площади Славы. 11 сентября здесь выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. 12-го откроется фестиваль «Шостакович. Самарское время» с участием народного артиста России Сергея Безрукова, оперного тенора Ильдара Абдразакова и других известных музыкантов. А 13 сентября эстафету «Хорошего настроения» примут КВН-марафон и группа «Синяя птица». Начало программы в 16 часов. На второй очереди набережной в воскресенье будут работать творческие площадки. Пройдут сувенирные книжные ярмарки, спортивные мастер-классы. Свои спектакли покажут самарские театры. Вечером гостей праздника ждет фейерверк. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала «Самарагис» и в соцсетях. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!